СУЛЕЙМАНИ Соединенные Штаты убили иранского генерала Косема Сулеймани. Моральная сторона этой операции не вызывает особенных вопросов. Сулеймани, что называется, был кровавым палачом. Одним из главных архитекторов террора на Ближнем Востоке. Вопрос не в том, заслужил или нет Сулеймани смерть от ракетного удара. Вопрос в том, насколько его убийство было целесообразным. Убийство даже самого жуткого, но влиятельного людоеда может принести некоторое моральное удовлетворение. Но в политическом смысле оно совершенно бессмысленно и вредно, если это не часть продуманной стратегии. Как будет реагировать Иран на смерть Сулеймани? Как она повлияет на всю ситуацию на Ближнем Востоке? Будет ли после смерти Сулеймани в регионе меньше кровопролития? Насколько это служит интересам Соединенных Штатов, если мы исходим из предположения, что эти интересы заключаются в мире стабильности и соблюдении правил? Или, если уж говорить совсем прагматично, усилит ли она влияние Соединенных Штатов или, наоборот, ослабит его? Убийство влиятельного силовика могло бы стать началом операции по смене режима, но таких планов у администрации Трампа, очевидно, нет. Штаты могли бы объявить, что будут теперь убивать всех, кого считают ответственными за террор и военные преступления. Такие вот индивидуальные санкции. Но таких планов тоже нет. Можно было бы понять убийство Сулеймани, если бы Штаты усиливали свое присутствие в регионе и были бы готовы к войне с Ираном. Но они, наоборот, из региона уходят. А Трамп до последнего дня говорил, что никакой войны не хочет. Так зачем же было убивать Сулеймани? При всем своем политическом весе Сулеймани все-таки был функционером режима. Теперь Сулеймани нет, но функция никуда не делась. Иран не станет более миролюбивой страной. Люди в самом Иране не станут меньше страдать от режима, а оппозиция режиму не станет сильнее. Посмотрите на кадры похорон Сулеймани. Этих людей не сгоняли туда насильно. На эту адскую демонстрацию солидарности с кровавым режимом иранцев вывели в Соединенные Штаты. Общественное мнение в Европе возмущается американской авантюрой. Политики говорят и газеты пишут чуть ли не об угрозе Третьей мировой войны. Но даже если ответом будет не война, новых друзей Америка таким образом точно не приобретает. Ни сейчас, ни в обозримом будущем. Зато наоборот, теряет старый. С союзниками эту операцию не согласовывали. Меркель сейчас едет в Москву разговаривать с Путиным про Ближний Восток. Парламент Ирака, а именно там американцы убили иранского генерала, уже потребовал выводы из страны американских войск. И это все, конечно, выдающееся достижение американской внешней политики. И когда Россия в очередной раз убьет за границей какого-нибудь противника режима, ее дипломатам и пропагандистам будет очень удобно говорить. А что это, американцам можно ликвидировать своих врагов, а нам нельзя? А тогда, конечно, Сулеймани был негодяем. А Трамп, который отдал приказ об его убийстве, безответственный идиот. Субтитры создавал DimaTorzok